Всем привет! Страна Фаберлик! Очень приятно сегодня стоять тут перед вами в прямом эфире. Для нас это огромная-огромная честь. Конечно же, заранее хочется пожелать всем только роста, только удачи, только везения. И сегодня мы поделимся с вами очень кратко нашей историей успеха. Мы даже никогда бы не подумали, что мы сможем быть успешными. Мы бы никогда не подумали, что мы можем развиваться в такой индустрии, как МЛМ. Но знаете, так получилось, что я работала продавцом в магазине, а Антон работал охранником. И мы там встретились, создали свою семью, и в итоге получилось так, что я вышла в декрет. И меня уволили после родов, ровно через неделю. Просто уволили в связи с ликвидацией фирмы, и мы поняли, что мы остались без декретных, без всего. И это был просто для нас шок. Куда идти, куда деваться, да, сами понимаете. Хотя я всегда вкладывалась в работу, я всегда была очень трудолюбивой, хотя я поменяла очень много работы, искала себя. И вот общение с людьми, именно общение с людьми и работа в торговле мне понравилась больше всего. И вот вы понимаете, такой момент произошел, что Антон тоже увольнялся с одной работы, переходил на другую. И вот этот момент, когда он тоже остался без работы, мы были просто в шоке. Потому что там уже, как бы там его не взяли, потому что взяли кого-то своего, да, как обычно вот это вот все бывает. А на той работе, откуда он отрабатывал, да, две недели, его тоже уволили. И вот мы сидим, такие все бедные, такие все несчастные. И я, конечно, пошла в MLM-бизнес, стала искать сначала не MLM, конечно, но подработку в интернете. Натыкалась на пирамиды, на сборы ручек. Боже мой, сколько я вообще онлайн печатать тексты. В общем, очень огромное количество работ я перебрала в онлайне уже где-то, да, нашей дочке младшей было уже где-то месяц. И вот я прям активно-активно старалась найти и очень переживала, что ничего не получается, везде платят копейки. И вот тогда мы уже серьезно задумались о том, что нужно что-то делать, нужно что-то предпринимать. И предложение пришло в первую MLM-компанию. И мы пошли, мы пошли, мы пошли не задумываясь, но там нам сказали, продавай много, о бизнесе практически ничего не говорили, а сами мы как-то вот не догадались посмотреть. Попродавав полгода, мы поняли, что это не наше. Вы представляете, с коляской, с сумкой на плече, ну это было просто что-то с чем-то. И мы решили, что нет, это не наше, что хватит баловаться, нужно заняться чем-то серьезным. Но девушка, которая была выше нас, еще в той компании, рассказала нам возможности бизнеса. И мы, посмотрев маркетинг-план, посмотрев карьерную лестницу, начали расти, подниматься. И за год мы вышли... На 12%. Да, на 12%. И вот вы представляете, вроде бы такая радость, вроде бы все, но я поняла, что через три месяца мои декретные, да, полутора лет заканчиваются, которые платит государство, и куда-то мне нужно идти. И я думаю, а, хватит маяться дурью, пойду я по найму. Вот такая вот у нас была смешная ситуация, и мы ушли из первой MLM-компании, не задумываясь вообще о том, что мы теряем, какие масштабы. И даже, вот вообще, даже капельку не пожалели об этом. Конечно же, все мои родственники вздохнули с превеликим облегчением, если честно сказать. Потому что я их всех просила все купить, все купить. И, конечно же, у всех уже полочки были завалены. И вот как раз настал тот период, когда мы столкнулись с очень ужасным событием в нашей жизни. Это событие перевернуло весь наш мир и, в принципе, и сделало нас такими успешными. Дочке как раз был примерно год и три, да. У меня муж помнит даты, я, как обычно, счастливая. Да, и мы поняли, что она не разговаривает так, как нужно, что она путает слова, что она не понимает обращенную речь. И мы начали ходить по врачам, обследование за обследованием. И нам ставят страшный диагноз аутизм. И мы понимаем, что мамы старенькие водиться, на работу по найму я уже не иду. И ребенка нужно как-то социализировать. А у нас ничего не получается. Нужны занятия, нужны лекарства, нужны специалисты. И у нас просто нет на это средств. Даже 10% у нас средств не было. Мы уже не знали, что делать, потому что мы решили все-таки убедиться в Викином диагнозе. Младшую дочку зовут Виктория. И взяли кредит. На тот момент кредит дали Антону. Мы взяли очень крупный кредит. Он как раз официально тогда был оформлен. Торговал шубами. И так получается, что как раз он уволился. И вот как раз переходил на другую работу. И вот этот кредит. И у нас пошли пение на кредиты. Диагноз подтвердился. Мы в таком шоке. За квартиру платить нечем. Холодильник помыт полностью, выключен. Потому что туда нечего было складывать. Мы варили пару стаканов гречки в день и все. И вот представляете, такая ситуация. И я вот... Прям на весь Фаберлик, наверное, хочу признаться. Я тогда села, мужу и сказала. Говорю, Антох, в детдоме детей лучше кормят, чем мы кормим своих детей. Я говорю, ну ты посмотри, до чего мы дошли. Что-то нужно делать. Что-то нужно менять. И я как-то вот, знаете, надеялась. И снова пошла в интернет. Снова пошла искать. И девчонка 17 лет предлагает нам компанию Фаберлик. Мы с мужем подумали, посовещались. Он говорит, слушай, я нашел пока работу. Я буду работать, ты пробуй тут. Я, говорит, тебе разрешаю. Ну, мы как бы компанию сначала начали смотреть все MLM-компании. Не только Фаберлик, но и другие рассматривали. Начали просчитывать маркетинг-планы. То есть плюс-минус одинаково везде. Но наткнулись на то, что посмотрели ассортимент продукции. То есть и цены. Так как у нас был опыт MLM, мы подумали. И мы знали, что у нас 90% всех сетей сетевого маркетинга – это простые потребители, на которых, в принципе, и нужно смотреть. То есть цены, что интересует человека. Купить повыгоднее и как можно, чтобы больше был ассортимент. Вот это нам понравилось в Фаберлик. Сейчас ассортимент намного шире, чем тогда, когда мы пришли. Я помню, как мы создали табличку и смотрели, что продукт должен быть периодически заканчивающимся. Он не должен быть очень дорогим. Вот, например, представьте MLM-компанию, в которой одни сковородки. Вот вы купили сковородку, и вам ее на 10 лет хватит, и вы больше не захотите купить вторую. А так не должно быть. Тогда не будет успеха. Согласитесь? И таким образом, составив таблицу, мы сверили около 15 компаний, и мы поняли, что Фаберлик, кстати, до сих пор выигрывает среди всех компаний, и среди всех компаний лидирует. И, конечно, мы пошли. Мы пошли. Девочка, вот эта вот 17 лет, которой я зарегистрировалась, отправила данные, она практически сразу через 2 недели пропала. И мы не понимали, что делать дальше. Мы ничего не успели. На сайте Фаберлик изучили маркетинг-план, пошли в сообщество и нашли своего наставника Николая Андрейка. Конечно, спасибо огромное нашему наставнику. Это просто мега-человек, который нас повел, нас вытянул, нам все рассказал. Он созванивался с нами часами, он очень много времени в нас вложил. Он говорил, что когда у него пикал скайп, он аж подскакивал, потому что он понимал, что это от нас, что это опять мы что-то от него хотим. Вот, и у нас, конечно, пошел рост. Мы зарегистрировали 54 человека, и двое из них сделали заказ. Мы подумали, что мы занимаемся переписью населения, делаем что-то не то, что-то не так, а деньги нужны еще вчера, а пени на кредит растут. Мама у Антона пересылала всю свою пенсию, вот эти жалкие 7 тысяч рублей она отдавала нам. Моя мама платила за квартиру, и понимаете, такая ситуация, что мы сидим, нет, Антон работал, а я сижу дома, тычусь, и мама говорит, я твои ящики компьютерные вынесу, я их продам, потому что ты сидишь целыми днями, тычишься, ты за ребенком плохо смотришь, а я сижу, рекрутирую, обучаюсь, не пропускаю ни одного прямого эфира. Одной рукой из кроватки переложила грудную дочку, одной рукой катаю, другой рукой рекрутирую. То есть таким вот образом Антон приезжал вечером с работы, и я отдавала ему Викторию, говорю, Антох, у меня вебинар, да, я проведу, пожалуйста, да, и он меня отпускал, проводил, мама ругала, да какая ты жена, муж голодный пришел с работы, а ты ему дочку в руки, как, ему же надо покушать. Я говорила, мама, не переживай, у нас отличные отношения, я не испорчу этим отношения со своим мужем, я же его знала. И вот, когда мы поняли, что к нам приходит много людей, и люди соглашаются, и люди хотят денег, ну, почему никто не начинает работать, и только двое человек сделали заказ, мы решили полностью пересмотреть все обучение, заново прямо, заново начали смотреть очень хороших лидеров на Ютубе, просто искали лидеров крупных статусов, и, не знаю, можно, нельзя, ну, таких, как Александр Гондопас, например, да, это мой кумир, я его люблю, извиняюсь, конечно, вот. И вы знаете, я поняла, что мы просто не созрели как лидеры, мы просто, грубо говоря, думали только о деньгах, и мы не думали о людях, потому что мы торопились, и мы упускали вот эти вот человеческие отношения, неторопливость, вот это вот обучение, мы не понимали, что мы этому уже успели обучиться целый год, а люди приходили вообще к нам без опыта. И мы начали создавать свою систему роста. Вместе с нашим наставником, вместе с Антоном, мы создали тогда Google документ, потом мы создали сайт, и все поэтапно, поэтапно мы расставили по полочкам. И вот тогда люди начали расти. Я решила, когда я была на 6%, объем личной группы 200 баллов, зарплата 690 рублей, вот, я-то как сейчас помню, я решила, раз мне там на Ютубе лидеры сказали, нужно вести вебинары, прямые эфиры, обучать и вести за собой структуру, значит, я буду обучать и вести за собой структуру. И вот вы знаете, целый год, наверное, даже полтора года, ну, год как минимум, мы через день, по полтора часа проводили вебинары. День я готовилась, второй день проводила вебинар. Я в это время успевала рекрутировать. И, честно сказать, первые два года мы абсолютно не высыпались, мы мечтали отдохнуть, мы мечтали выспаться. И когда мы поехали уже на ассамблею Фоберлик, за 4 месяца, да, мы открыли статус директора, за полгода старшего директора. Но мы еще были в открытом, подтверденном статусе, и не в подтверденном, а в открытом статусе, еще не получали никаких премий, и меня мой наставник зовет в Сочи на ассамблею. И что вы думаете? Мы набрали денег взаимы у всех своих родственников и поехали. Я помню, это была такая небольшая сумма, 30 тысяч рублей, и мы поехали на эту ассамблею. И там вот случилось второй раз, когда нас прям ударило током. Марья Мумарова, 2015 год, да? Да, Марья Мумарова получала чек элитного директора. И все, вся моя жизнь перевернулась. Я думала, куда ей столько денег? Куда она их денет? Это же надо столько получить, это надо столько заработать, это же невероятно, ребят, 500 тысяч. Вот она стоит и держит этот чек. К ней выбежали дети на сцену ее поздравлять. И вот вся жизнь перевернулась. Потом на сцену вышел мой наставник, ему тоже вручили тогда чек серебряного директора, и он мне дал этим чеком сфоткаться. И я этот чек привезла домой, поставила на аватарку и написала, это моя цель, это моя мечта. Ну, конечно, кто знал, что за 4 года с момента регистрации наше мышление поменяется так, за нами пойдет столько людей, что мы открыли статус партнер, успели уже его подтвердить, получили премию 5,5 миллионов рублей, купили 3 квартиры и... Побывали в 15 странах мира. О, кстати, да, побывали в 15 странах мира. Мы ни одной бесплатной поездки от компании Фаберлик не пропустили. Буквально позавчера мы вернулись из 15 страны, из Дубаев, вы представляете? Тоже первый раз там были, возили свою младшую дочку туда покорять мир. Ну и самое главное, нам стало хватать денег не только на лечение нашей дочери, и у нас пошли не только глобальные улучшения, и наша дочь заговорила, наша дочь стала намного умнее, она уже отвечает на вопросы, она уже знает весь алфавит, она умеет считать, и она пойдет в первый класс. И мы очень счастливы, что вся наша жизнь вот так перевернулась, и это все благодаря возможностям Фаберлик. Потому что такое колоссальное обучение в компании просто, да, вот вы представьте, к нам приходят новички, мы им даем бот, например, от компании Фаберлик, и новички уже начинают обучаться грамотно, с первых шагов, оформляют свои страницы, идут у нас чисто онлайн-бизнес, потому что мы были лишены возможности работать на земле, чему я, в принципе, и рада. И сейчас в нашей команде получается уже около 350 тысяч человек, и, честно, в это мне не верится. Это какой-то водоворот счастья, когда есть возможность не только к чему мы стремились, это ребенка своего, да, получается, поднять на ноги и социализировать, и вылечить, а еще и получили намного больше, и даже то, о чем не мечтали. Поэтому развивайтесь всегда. Обучение от компании Фаберлик – это очень мощная система, которую мы даем своим новичкам сразу же после регистрации. Бота в ВКонтакте, бота в Инстаграме мы даем. Также мы изобрели свое собственное обучение. Это очень интересно, когда человек идет на человека, он хочет видеть именно этого человека, согласны? Поэтому всегда, в любой момент старайтесь, вот появилось у вас свободное время, старайтесь обязательно создать какое-то видео, выслать своей команде, мотивировать чаты, и у вас все, ребята, получится. Но самое главное до сих пор – это только рекрутинг. Рекрутинг – это наше с вами все. Чем больше вы рекрутируете, тем больше успешных людей в вашей структуре и в команде будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень важно в жизни обретать партнеров. Я приветствую наших с вами партнеров Антона и Анну Кононовых. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.